Социальная политика 33 региона. На нее теперь могут влиять не только представители партии власти. Например, Комитет по социальной политике и здравоохранению областного ЗАГС Собрания возглавил председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Сергей Бирюков. В связи с этим, произойдут ли у нас изменения в социальных вопросах? Об этом сегодня с ним и поговорим. Сергей Евгеньевич, гость студии 6 канала. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Евгеньевич, в политике знаю, что вы достаточно давно. Тем не менее, для многих жителей Владимирской области Сергей Бирюков фамилия достаточно новая. Чем занимались все-таки до того, как войти в новый состав ЗАГС? Спасибо за вопрос. Я думаю, что уже все выучили, что родился я во Владимире во время избирательной кампании. И много про это приходилось говорить. Закончил Владимирский государственный педагогический университет. Закончил после этого переквалификацию в Плехановском институте. Служил здесь в армии, уволился в звании прапорщика. И начал работу в средствах массовой информации. Занялся политической деятельностью действительно здесь. То есть вошел впервые в Отечество, которая потом влилась в Единую Россию. Но здесь я проработал в политической организации где-то года полтора. После этого уехал в другие регионы, работал на выборах. И в Москве стал организовывать партию «Родина», которая впоследствии переименовалась в партию «Справедливая Россия». И, соответственно, в партии «Справедливая Россия» занимаюсь партстроительством. Занимался до недавнего времени. В течение 10 лет возглавлял департамент по работе с регионами. Посетил большинство регионов. В том числе и в Крыму организовывал региональное отделение в 2014 году и в Севастополе. Как намерены курировать работу комитета? Кто туда будет входить? Ну и, наверное, самый главный вопрос. Какие первые законотворческие инициативы будут проявляться и поступать на рассмотрение депутатов? У нас 7 человек. Входят из всех фракций люди. И опытные депутаты, и новички. Кроме КПСС. На первом же заседании мы внесли важные уточнения в два закона. Есть у нас закон о предоставлении жилищных субсидий тем, кто трудится на госслужбе, в муниципальных учреждениях. И там были некоторые неточности, которые мы устранили. Мы ввели стаж, трехлетний стаж в работе на муниципальной службе, в бюджетном учреждении, на государственной службе. Раньше этого не было. То есть, минимум три года должен проработать? Да, минимум три года. Но не обязательно непрерывно. Общий? Да, общий стаж три года. Многодетные в первую очередь будут получать эту субсидию. Медицинские работники имеют право на субсидирование ипотеки. То есть, они получают часть процентов, гасят им бюджет. И учитывая то, что сейчас банки предлагают программы перекредитования, рефинансирования, то есть, выгоднее уйти в другой банк под меньший процент. Но, надеюсь, этот закон будет принят, поправка в закон, до принятия этой поправки, то есть, они теряли тогда эту возможность. Потому что это уже не ипотечный, а другой договор, то есть, кредитный. И мы разрешили фактически, то есть, рекомендовали законодательному собранию считать, сохранять субсидию для медицинских работников, которые перекредитуются, перефинансируются. То есть, раньше, получается, медицинские работники по ипотечному кредитованию не могли воспользоваться такой функцией? Следуя букве закона, да. То есть, как оно применялось, это надо смотреть разную практику. Кому-то отказывали, кому-то согласовывали. Но по букве закона это уже был не ипотечный договор, а договор с другим банком на кредит. И поэтому медицинские работники будут более спокойны у нас в области и смогут под более выгодный процент кредитоваться. Кроме этого, еще долго, насколько я изучил историю, долго законопроект разрабатывался у памятных датах Владимирской области. То есть, более чем в 70 субъектах такой закон есть. У нас пока нет. Вот будет приниматься закон о памятных датах. Не считается то, что это будет во Владимирской области выходным днем? Нет, не считается. После принятия этого закона, там уже, соответственно, администрация будет предлагать, как мы эти даты будем отмечать. То есть, это, конечно, не будет выходной день. Но какие-то мероприятия, приуроченные к этим датам, обязательно будут у нас в графике. Где необходимо сейчас делать определенные шаги, делать их в первую очередь? И в каком ключе работать в команде нового губернатора? У нас область дотационная. И поэтому любые законы, которые требуют бюджетного финансирования, нужно согласовывать с Минфином. То есть, мы не можем взять и сразу положить пачку очень справедливых законов, которые сделают всех за счет бюджета счастливыми. То есть, это будет очень тонкая, кропотливая работа во взаимодействии с федеральным центром. Ну, например, вот в пятницу я поеду в Москву, в командировку в Государственную Думу, где буду с профильным комитетом по здравоохранению в Госдуме с руководством встречаться и пытаться наладить уровни взаимодействия. То есть, мы в большей части, конечно, зависим от федерального законодательства, от федеральных бюджетов. То есть, первое направление, на которое должен работать и губернатор, и депутаты, и каждый житель, это улучшение экономического положения в Владимирской области, чтобы мы могли лучше распоряжаться нашими собственными средствами. В этом направлении работа, к слову, тоже ведется. Вносится законопроект о том, чтобы 100% налогов, которые поступают от производства слабоалкогольных напитков, они поступали непосредственно в бюджет муниципалитетов. То есть, даже не в региональный бюджет, а в муниципальный. То есть, в Суздаль, например, где медовуху делают или там пиво. И так несколько миллионов в бюджет города Суздаль это приносит. Спасибо большое, Сергей Евгеньевич. А я напомню о социальной политике законодательной власти. Мы говорили с председателем профильного комитета Сергеем Бирюковым. Продолжение следует...